Я вам скажу так, что презрение к интеллекту и презрение к другому мнению – это козырная карточка мэра и его прихлебателей, так называемой команды. Это всегда было, из-за этого много конфликтов было. Я хочу сказать, на самом деле, серьезную, очень простую вещь. Господа, какие бы заказы ни были, но у нас не времена Януковича. Эта ситуация не могла бы быть реализована, если бы два с половиной года Сенкевич не утомлял бы этот город. Два с половиной года, если бы сотни людей, экспертов, политологов, я покорный слуга, депутаты, многие говорили, что Александр, Саша, остановись, закончится импичментом. Два с половиной года весь город, половина, говорила про то, что закончится импичментом. И когда вы просто нагло лжете, как обычно вы привыкли, команда Сенкевича, и говорите про какую-то внезапность, говорить про какое-то единение, то я вам скажу так, в законе сказано при три четверти, если не ошибаюсь, у депутатского корпуса, как раз для того, чтобы было единение. И то, что это первый случай в истории Украины о снятии мэра областного центра, говорит о том, что это надо было довести ситуацию до такого состояния, что закончилось импичментом. И не говорите про большинство избирателей, потому что нету большинства избирателей у Сенкевича, потому что у него даже 80 тысяч не является большинством избирателей. И поэтому, ребята, давайте поймем, что мы вошли в такой клинч, и сторонники Сенкевича расколоты давно, и половина из них стала врагами из-за лжи беспрерывной Сенкевича. И вы сейчас между собой ругаетесь, бывшие друзья, и эта ситуация решается только одним способом. Либо же мы устроим войну и начнем бить друг другу морды, как вот с яростью воловой пытаясь сделать. Либо же, либо же мы все выдохнем и скажем, все, мы зашли в тупик. Единственный, единственный реальный способ сохранить всем лицо и сохранить спокойствие в городе, это пойти на выборы. И Сенкевич, если побеждает, он в два раза будет круче, он подтвердит свою легализацию на многие годы вперед.